Ребята, это просто какой-то трындец, если не сказать хуже. Не хотела ничего снимать, потому что у меня снято тут вперед на два дня. Думаю, не буду ничего снимать. Думаю, дам себе передышку, отдохну. Представьте, ходила к стоматологу. Это невозможно не рассказать. Талончик у меня был сегодня на 8.30. Естественно, я приехала минут 15, наверное, 8.15, даже 10 может быть. 8.30, 8.40, 8.50, 9 часов, полчаса прошло. Я понимаю, можно задержаться, да, там, ну, может, сложный какой-то зуб, да, или еще что-то. Можно задержаться. Надо заглянуть кнопку, а то не слышно, наверное, ничего. Минут на 15, ну, на 20 минут, да. Представляете? Времени 9.30. Это я уже сижу час у кабинета, да. Я уже заглянула в кабинет до этого, я заглянула. Посмотрела, говорю, а доктор, заняты вы? Он с маски, что, или тоже не бы никакой реку, я не знаю, не понимает, не знаю, то видишь, что человек заглянул. Вы спросите, человек заглядывает, и проходит час, и вы его не вызываете. Я же, наверное, не просто так заглянула. У него все в кресле пациент сидит. Выходит медсестра, которая вызывает. Я говорю, девушка, у меня талончик на 8.30, вот такому-то доктору говорю. Как на 8.30? У него на 8.30 был пациент, он уже прошел. Он уже сейчас другого пациента принимает. Я говорю, естественно, или если времени уже 9.40, как? Конечно, он принимает уже другого, если не третьего пациента. Я говорю, это что такое-то? Вы что, говорю, это издевательство просто, говорю. Ушла такая. А дайте ваш талончик. А где у вас талончик? Опа, пожалуйста, я еще, говорит, не с ума сошла пока что. Я уже думала, я попуталась. Сижу, сижу больше часу, да, своего времени. Уже время прошло. Достала талон. Нет, сегодня 8.30, думаю. Я говорю, не с ума сошла. Но я же не говорю, что вы с ума сошли. Пошла такая. Сейчас от пациента он долечит и вас вызовет. И ушла опять, и ушла, и ушла, и ушла. И опять сколько он этого пациента будет лечить. Потом снова выходит. Я говорю, девушка, дайте мне талон на другой день. Я просто, говорю, не высижу. Вы понимаете, я сижу полтора часа. Поверите вы мне, полтора часа, это я уже после своего времени. Плюс я пришла еще за 20 минут, да, 2 часа. Я высидела. Я диабетик, я не могу. Уже мне, говорю, плохо. Понимаете? Да, да, сейчас, конечно, да. Отключился телефон. 11-го, говорю, я иду к ортопеду, буду вставлять, потому что надо мне там вставлять. И он мне уже скажет, что лечить, что не лечить. Может быть, уже лечить-то ничего не надо, а все удалять. Говорю, и ладно, вот зайдите, зайдите. Он глаз не поднимает. Стоит, лечит там, да. Даже я не видела, мужчина или женщина сидит. Хотя бы ребята извинились. Все бы сказали, извините, извините. Я захожу, говорю, как такое могло быть, что у вас два пациента на одно время? Он головы в мою сторону не повернул. Молодой парень сказал бы, извините. Так получилось. Ну, бывает, я понимаю, человеческий фактор, да, что можно запорхаться. И получится так, ну, не вопрос. Ну, вы хотя бы поинтересуйтесь, я ведь заглянула в кабинет. Хотя бы она сто раз вышла. А вы чего сидите, кого ждете? Вы так зашли на прогулку сюда, вышли погулять. Короче, дали мне талон на 18 число. Ну, на 18 число, на 8.30. Я говорю, хорошо, на 8.30, пожалуйста. Ну, не на 10.40, говорю. Иногда, да, да, да. И потом сказали, извините. Нет, нет, в порядке вещей. Нормально, у меня башка заболела. Вообще, я уже позавтракала с раннего сранья, да. Потом 2 часа мне нельзя будет есть после лечения, если что-то нужно было там еще лечить, да. Да еще что, у меня, чтобы сахар опять упал. В общем, вот так вот сходила сегодня в стоматологию. Палыч приехал. Что так долго? Получилось. Он уезжал вчера. Ну, где-то после обеда. На мойку записались, мы науели машину. А сегодня он ездил на ремонт. Что-то было у машины? Потом расскажешь. Ладно, раздевайся, будем обедать. Банки привез, да? А, ну, все. А что, огурцы обратно что, не едят? Не едят. Я свежее, что грел, как все, не фиг. Ну, ладно. Свежее, что? Ну, свежее, там было-то не все, ничего. О, спи, чем питаются-то? Светлым духом, что ли? Ну, давай рассказывай, что с машиной-то. С машиной суппорт полетел и заклинил тормозной цилиндр. И он на колесо тормозило. Я дадут, я говорю, он-то вот сейчас подъехал, даже она сама остановилась, говорю, сама. То есть передача выключена, заезжал, я говорю, клинит колеса. Говорю, не знаю, не пойму, говорю, какое. То заднее, то переднее, говорю, не понятно, но клинит колеса. Потом, говорю, у меня это самая сигналка, которая переключает в компьютере, переключаешь передачу, там, на пониженную, повышенную. Она как бы предупреждает, я включите, там, третью передачу, четвертую отключить. Это сигналка задолбала. Уберите мне ее совсем. А ремень, когда не пристегнешь, пикает, да? Я не знаю, не проверил. Совсем. Они совсем на роте отключили компьютер. Ну как? Да она мне не нужна. Она вообще передача. Кому-то эти люди обычно с таким стажем в отделе, они сами знают, когда какую передачу отключить. Ну она пищит на нервы действует, конечно. Все подсказывает. Все подсказывает. Еще машину-то выкатили, а сиденье-то там видимо водила был, механика. Да вон там дядька, пожилой. Сиденье сдвинул назад. Я до того доискал этот рычаг, который... Блин, неужели я уже такой тупой? Взял книжку, у меня же сервисная книжка с тобой была и описание там. Смотрю, елки-палки. А этот рычаг закрыли. Чехлом. Чехлом. Конечно. А я все внузаю, все-все-все общупал. Смотрю, бом, елки-палки. Ни сколько тебе ремонт обошелся? Обошелся в 3 тысячи 6 рублей. А он еще и говорит, говорит, там тормозные колодки еще можно немножко поездить, говорит. Для тех, кто смотрит, вполне, говорит, хватит. А так-то, говорит, самое... Уже время, говорит, подходит менять уже ездить. Но ездить еще можно. Они же передние, они ведь долгое, значит, это задние, потому что они вот такой формы дугообразные. Суппорт-то полетел у передних, да? Да, на передних полетел и суппорт. Суппорт и торговной цилиндр. Пока они туда нашли суппорт, заменили, новый поставили, цилиндр новый поставили. Ну и за прокачку, там маслом пол-литра высчитали. Колодки не менял, да? Нет, не менял. Раз можно там ездить еще до техосмотра, можно, ну, до техосмотра... Ну, конечно, ничего вечного нет. Чего тут удивляться-то? Тем более, передние тормозные колодки, они ведь даже их немножко там остаются, они долго держатся. Крепки они очень. Ясно. Тем более, они еще заводские не стоят. Какое говно, сейчас каупидок поставить и на полгода может не хватить. Конечно. Менять будем? Он говорит, говорит, пока, говорит, ягод, вообще-то не советую, говорит, сроду менять их. Конечно. Еще время есть, говорит, поедет. И потом, говорит, заднее левое колесо, говорит, там, в скором времени, говорит, там, отступичные, самые, подшипные, говорит. Я говорю, у меня пока он не грудит, не свистит. Он говорит, скоро, говорит. Ну, они посмотрели, но он тебя предупредил, да? Да, потому что, говорит, мы куда ездим-то? Да сюда мы, конечно, не услышим этого. Ладно, мы куда на эту трассу ехали? Да, да, да. Мы на нем еще проездим еще год-два. Ну, ясно. А терминные колодки, да, можно сменить. Ветрище поднялся. Нево все потемнело. Туча ползет такая, кремит уже где-то вдалеке. О, а ветер-то вообще страшное дело. Мотает деревья. Кошмар. Сейчас надо гроза будет. Будь здоров. Грозище. Ну, пусть польет опять землю. Пусть польет опять все растения. Столько дней опять жара стоит, что невозможно аж ломить все. Пусть все напоит. Слушайте, как гремит. Молния, наверное, не попала. Я как раз включала телефон. Молния-то не попала. Гром-то вообще. Ух ты! Как ливануло! Ух ты! Вот это да! Ну, поливочка опять отменяется сегодня. Да. Давай, давай. Посильнее припусти. Хорошенечко. Напои все. Мам, как бежит. Дождик прошел. Ой, как скользко. Чуть не упала. Ё-моё. На панели поскользнулась. Так свежо. Прохладненько. Пошла посмотреть. Ой, машинешку-то намыли. Ой, машинешку-то намыли. Как с завода стало. Красотка наша. Продолжение следует...